Йо, друзья, ну что, всем привет, вы на козло... Мы на козлое вело. Йо, друзья, ну что, всем привет, вы на канале Козлы ТВ, и сегодня с нами Саня Тейкила. Саня, здорово! Я ждал этого приглашения после биги, это легендарное видео. Друзья, вы писали вопросы в комментариях к посту, эти вопросы мы будем спрашивать у Сани, это очень провокационные вопросы, возможно, на которые ты не захочешь отвечать, потому что я их почитал, но они реально жесткие. Да? Да. Ты будешь бить. По фестивальной шкале. Ну, бля, там есть очень жесткие вопросы, чувак, реально. Я такой читаю, думаю, бля, я даже не смогу это спрашивать, это очень жестко. Короче, ставим мяч на линии. У нас на воротах будет легенда медийного футбола! Тот самый Рома Рой. Брат, ты в меня настолько не веришь, ты в меня настолько не веришь, мог бы нормально в вратарях хоть позвать. Нет, нет, он нормально вратарь. Какая же ему пизда? Да это, бля, бро, с дуги? Да нет, никакой дуги. Вот с той дуги надеюсь? Нет, с дуги, как взрослый дядь, все сделает. Центропольный ваш троп. Человек забил три гола в одном матче в медиалиге, поэтому бьет с дуги. Между прочим, ребят, до сих пор статуэтка не просто, чтобы ехать риг, а лучший тур. Если, Сань, ты забиваешь, хотя это маловероятно, на самом деле, тогда ты на наш вопрос не отвечаешь. А если ты промахиваешься, ты должен будешь максимально честно на него ответить. Давай так, у нас будет сейчас какая-то заруба? Вот, лично. Давай, каждый сейф, давай, каждый гол 500 рублей. Каждый сейф? Ну, типа, нормально, ты же в себе так уверен. Я все уверен. Ну, я у тебя бабу больше. У тебя будет, Сань, 9 ударов. Ну, давай, просто мне нравится мотивация такая. 9 вопросов, 9 ударов. Сколько голов, как ты думаешь, он забьет? Один. Один? Да. Я уйду? Бро, ну, подожди, Роб, за сейф не считаете, если там в каркас или улетел, это нихуя. Да, блядь, уйду, минус 500 рублей. Сколько забьешь, Сань? Ха-ха-ха. Из 9 сколько забьешь? Из 9, я думаю, забью 4 точки. Ну что, друзья, ставим жирный лайкосик и мы начинаем. Поехали. Сука, я сейчас, блядь, ром нахлобучий, я люблю. Йоу, друзья, а генеральным спонсором нашего футбольного клуба является компания Big Dick Club. Вот такие вот шикарнейшие трусы вы можете купить по ссылке в описании на сайте bandes.ru. Поехали. Сейчас в медиафутболе стало популярно вызывать друг друга на бой. Если бы ты вызвал кого-то на бой, тебе вот нужно вызвать кого-то на бой. Кого бы ты вызвал и сколько бы тебе за это должен был заплатить Камил Гаджиев? Ну, тебя бы вызвал. Ну, подожди, ты должен был сначала пробить, Санек. А, ладно, блядь, извини. Хорошо, я пока подумаю на ответу. Блядь, отбил. Первый сейф. Супер, минус, косарь. Санек, с кем бы ты вышел на бой? Из медиафутбола. Слушай, ну, я на самом деле думал об этом несколько раз. Вообще, не приветствую насилие. Не нравятся драки. И, наверное, нужно иметь какую-то, ну, действительно, антипатию к человеку или ненависть, чтобы с ним выйти. Либо это должен быть спортивный интерес. Вот, глядя сейчас на тебя, я бы мог бы с тобой зарубиться. Например, по боксу. Потому что ММА все-таки это можно большой, сильный урон нанести. Понимаешь? И, ну, мне бы не хотелось бы. Я головой зарабатываю деньги, понимаешь? Слушай, я видел, что тренируешься. Причем давно. Я давно не тренировался. Слушай, ну, ты тренировался на протяжении долгого времени достаточно. Типа, если там два года ты прям лото занимался единоборствами, ты там шиши постоянно разбрасывался и так далее. Ты в отличной физической форме и мне было бы тяжело с тобой, потому что ты... у тебя есть сильный удар. У меня сильный удар, я сильный физический все равно. И выше, габаритнее. Это был бы интересный бой. И для меня это было бы интересно со спортивной точки зрения. Но я бы не принял бы, наверное, вызов от тебя по правилам бокса. Я бы согласился только по правилам ММА. За сколько бы мы вышли по правилам бокса или ММА с тобой на рынок? Мы же не будем бесплатно с тобой драться, Нет, сто процентов. Ну, я думаю, что... Сколько это могло бы стоить? От 10 лямов. Вот я лично готов. Ну, просто... Подожди, 10 лямов только тебе? Да. От 10. То есть, в зависимости от соперника, в зависимости от даты. То есть, если, допустим, скажут... Если, допустим, скажут... На этом можно зарабатывать, получается? Я готов за 3 миллиона. За 13 лямов мы вылетаем и... Бо-бокс, бро! Нет, ММА. Да блядь! Родина Медиа яркий, большой, перспективный проект, который круто очень залетел и который сейчас набирает обороты и уже тягается с грантами, такими как Тудро, Самкал, да, и кто-то говорит, что вы более медийная команда, более сильная команда, безусловно, потому что вы их... Блин, Покажи мне этих людей. Их нет. Кто эти люди? Вот скажи, удается ли Родине Медиа сейчас привлекать большие бабки и какой сейчас бюджет у Родины Медиа в месяц? Саня, бей! Ты сразу хочешь отвечать, блядь? Да, я забыл, потому что с этого вопроса с удовольствием слился. Да ебать твой рот, а! Сука! Ладно, хотя бы не штука. Ответить на вопрос, вижу, вижу, вижу. Честно, сейчас удается привлекать деньги в команду, потому что есть и спонсорские деньги в виде букмекера, есть и сторонние проекты, с которыми, компании, с которыми мы работаем на бартерной основе, которые нам прям помогают, верят, поддерживают, болеют за нас. Это большой грант в гостиничном бизнесе «Космос», например. Они нам предоставляют и гостиницы, и проживание, питание, в дни матчей, там, например. Ну, практически все, что нам нужно. То есть реабилитацию, например. Таких у нас ряд компаний есть. Сказать, что мы в плюс выходим и зарабатываем те деньги, которых вкладом нет, в самый, наверное, ожесточенный месяц, когда много игр, когда много премок, когда много съемок и, не дай бог, много травм, потому что, знаешь, вот ситуативных расходов очень много будет накапливаться, то можно сказать, что где-то 4-5 лямов в месяц вот так вот улетучивается на раз-два. Знаешь, как я о тебе узнал? Так. Мне туда было, наверное, лет 18 или 17, или 16. Тихо, 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 тихо. И я вижу на ютубе ролик выезжает салатовый Nissan GTR от ДПС-ника. Я смотрю этот ролик и думаю, ебать, что за мажор наваливает на таком салатовом, ебанутом Геттере. И не уможет уехать, блядь, от ебучего Форд Фокуса 1.6. Это был мой первый вопрос. Как, блядь, можно было на Геттере не уехать, блядь, от Форд Фокуса? За этим рулем был ты. У тебя была табличка. Саня, ты кило на лобовон. Ты такой выходишь, блядь, маечки, такой, крашеные волосы, блядь. Санек, это была постанова. Да ебать твой рот! Сука, куда ты летишь-то, а? Куда ты летишь? Бро, во-первых, давай по видео пройдемся. Уехать тяжело было, потому что на МКАДе была пробка. То есть, если там посмотреть, много очень машин, невозможно было на скорости уехать. То есть, приходилось вот так как бы вилять, да? Второй момент, ты забыл очень крутую деталь со мной на соседнем, на пассажирском сидении. была красотка, блондинка, Татьяна Котова. Она тогда выступала в Виагре. То есть, на нее как бы вся страна дрочила, и она такая со мной едет, понимаешь? И третье, конечно же, это было с целью заявить о себе и сделать вирусный ролик. Вот он, хайпажор, блядь! И честно, я нигде не признавался в этом, но спокойно могу сказать, потому что я тогда выкупил, что я увидел какое-то видео на Ютубе. Это была не погоня, это было что-то связано с машиной, и мне показалось, что это фейк. Думаю, блядь! Захожу в комментарии, понимаю, что 90% людей выкупило это, и они это обсуждают. Думаю, блин, почему не сделать какую-то такую историю, которая привлечет внимание? Естественно, там была табличка пекила, естественно, я не борщил, не типа там, знаешь, что ты, блядь, меня тут тормозишь? Нет, у меня была красивая тачка, кузнечик, это была твоя тачка? моя тачка, гердуш, лютая тачка, чувак. Вообще, лютая просто. Санек, ты артист, футболист, бизнесмен, ну, начнем с того, что ты футболист все-таки, и ты тренируешься с командой, ты моешься с командой в душе. от этого вопрос. Кто из футболистов Родина-Медиа, если бы у него не получилось в футболе, кроме Алекса, он бы, мог бы сниматься в порно? Блядь, сука, блядь, ну, конечно, мне не хочется отвечать на вопрос, блядь, смотрю ли я на чужие хуйки или нет. Социальный мне левый угол открыл, сучка. Я думал, забьет, один должен дать. Да ёб, блядь, пробил офигенно, кстати. Броморой хорош. У кого самая большая шпала в Родина-Медиа? Признавайся. Слушай, ну, это такой момент, я же не хожу там, блин, с лупы или там, о, блядь, от Виста, он биг дик твой, да? Я могу сказать, что, вот, когда был в Наспорте, когда был в Наспорте, ну, это железобетонный долиман. Железобетонный. Ты согласен? там пиздец. там, типа, я не знаю, ну, что-то, блядь, он, наверное, футбол им играет, понимаешь, подыгрывает себе на ход. Вот, а у нас, ну, я не знаю, такие, как бы, среди статистические хуйки, ну, вот, с приходом Володи XXL, там real, бро. Чего, блядь? Это он тебя попросил так сказать? Да нет, я тебе серьезно говорю. А что, если Володя XXL, XXL, именно из-за этого, бро? Так оно и из-за этого, да? Ты че, он заходит в аптеку, говорит, блядь, XXL мне сразу размер ему дают. Причем, он у него не настолько длинный, как широкий, понимаешь? Он у него такой вот, а как вот, если, как вам померить? Вот он, блядь. Да ну, ты ты врешь нахуй. Вот такой, блядь. Да что это за хуйня? Что за полено, блядь? Ну, такая вот хуйня, вот просто. Понимаешь? Так iPhone Max, блядь. Володя. Санек, напомню, что вопросы, которые я тебе задаю, сколько ты вообще зарабатывал максимально за свой, вот не знаю, творческий путь, за самый там жирный месяц, на чем ты больше всего поднял бабок или больше всего потратил денег, не знаю, вот может быть в молодые годы ты просто там, тебе насыпало, и ты просто пошел, я не знаю, в какой-нибудь Дягилев и просто взял себе стол на два ляма, я не знаю. Расскажи какую-нибудь такую историю, связанную с деньгами, где ты прям жестко раскошелился. Блядь, ээээ... Дай, Танек, нужно бить, 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 забываю. Иди сюда, просто я понял, что бильярдное пойдет. Хорошо, 500 отыграли. Хорош, хорош. Видишь, как вопрос касается денег, как вопрос касается денег, хочется сразу слиться. Ладно. А ты в Дягилеве был вообще? В том самом легендарном? В Дягилеве был, я на самом деле там познакомился с Пашей FaceControl, и мне повезло, что я учился с девчонкой, и ее папа, ее папа, он был завсегдатым тусером. И я помню, когда мы были в 10 классе, у нее днюха, и мы так спокойненько в пиццерии что-то там собрались, и он приходит, такой, что-то истории там рассказывает и так далее. Я такой, вискаря выпил, говорит, ребят, хотите в Дягилев попасть? Ебать, да прикинь. В 10 классе? В 10 или 11 класс. И что там было в этом легендарном Дягилеве? Ну не, ну там было все. Верните мне, модель в 2008. Тогда были реальные тусовки, тогда просто вот так вот кэш летел, потому что, представь себе, это как бы золотая молодежь, это новые русские, это телочки, которые от Пети Листермана, то есть это горячая смесь, ну это просто, там я помню, я помню, была то ли просто певица, то ли это был мужик, который переодевался, но я честно не помню, там Джоконда такая выходила на сцену, DJ Smash за пультом, ты представь себе, там Тимати, Тимати здесь стол имеет, здесь там девчонки, Амиран Текила там, Амиран Текила были попозже, здесь Прохоров, я приехал, Тимати тусовался, кто еще тусовался тогда? Я в 11 классе захожу, я вот так вот смотрел, я просто думаю, что за логово, ты понимаешь? И, ну я там сразу скорешился, мне повезло, что я шел вместе с батей, подруги, и он поздоровался с Пашей, с контролем, царство в небесное, вот этот чувак очень был, и он говорит, типа такое, запомни, это Саня, я говорю, привет, все, бро, я, со следующим, можно сказать, это был такой очень крутой муф, московскую тусовку, потому что я на следующие выходные в рубашечку подхожу, говорю, Паш, привет, он говорит, привет, я говорю, со мной вот трое, он говорит, заходите. Наверняка ты до Марии вел достаточно разгульный образ жизни в те времена, да, расскажи какую-нибудь такую интересную, забавную, зашкварную историю, которая у тебя произошла с девушкой. блядь, сейчас вот точно хочется забивать, ром, не смей отбивать, не смей отбивать, рома, тащи, не, 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 это, вар, 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 блядь, вот поменяло решение в последний момент, пересек линию, нет? блин, честно, я не видел, ром, нет? не было, да куда он сказал, вроде нет, он жопой, блядь, что ли, увидит, так, бро, ну, честно, есть, конечно же, истории с близняшками, с казанскими, нет, нет, не с этими, нет, они тоже, широкоизвестны в узких кругах, вот эти близняшки, здесь, как бы, я, плюс две близняшки, плюс Олег Майами, это уже смешно, в целом, но, там ничего зашкварного такого не было, то есть, как бы, Олег начал мутить с одной, я с другой, как бы, и, звезды сошлись, мы оказались все вместе, и там уже, как бы, я мутилась с его, и он, ну, как это обычно бывает, да, на ум пришла история одна, как мне одна девчонка, одна девчонка, заливала просто, вот, ну, на полном серьезе, что все, она хочет со мной встречаться, все там, зашибись, там, мы вместе с ней мутим, там, и так далее, и, знаешь, вот, нелепая ситуация, где можно спалить ее, девчонки, и, представь себе, я захожу, что-то там, типа, мне нужно было штамп, нотариальная доверенность, как получить, просто захожу в МФЦ, стою в очередь, и там, 87-й на развод, короче, и она такая, подходит с чуваком, блядь, и они начинают там, рамсить друг на друга, что у них там, типа, что-то там не получилось, блядь, а ты, я не хочу тебе давать разводы, так далее, она меня видит, блядь, поплыла вообще вся, а она мне ни слова про это не говорила, мы там месяц встречались, ну, уже общались, и вот, нелепо, знаешь, ее поймал на такой теме, обалдеть, а так, как бы, ну, реально жестко, своих жестких зашкваров, честно, я их старался избегать, несмотря на то, что у меня действительно была такая бурная, как бы, но без каких-то лютых моментов, это вот лучик биги, я вот понимаю, что молодежь, ну, там, 19, даже 15, 16, 17, 19, 20, бля, они вообще лютые, потому что, вот я в свои годы, там, школьные, не припомню, чтобы у нас была списка, вот именно вот этот термин, где просто все встречаются, ебутся друг с другом, ну, по факту, да не, я не знаю, вряд ли это так, блядь, так это, списка, это просто, типа, знаешь, дешевая тусовка, когда вы скинулись на сок и водку, сидите на хате, слушаете музыку с колонки JBL, блядь, и потом какая-нибудь, и дальше происходит, как бы, в любом случае, грязюка, потому что, одна, одна девочка превращается в Диану Шурыгину, и начинает, как бы, всем давать, потом, ну, начинается пиздец, поэтому, будьте аккуратны, да, не смешивайте напитки крепкие, и, особенно, не смешивайте гречку с мартини, это можно, и будьте, самое главное, на позитиве, вообще нет, ты че, бро, ну, это, просто такое ощущение, что тебе заплатили, чтобы ты сделал этот трек, честно, меня, блядь, мартини кинули, стоп, да, ебил, урод, блядь, сука, че такое, блядь, очень много силы, просто, очень много сил, да, перекачал ножки, оп, слушай, я не прокоп, понимаешь, не делаю выводов, не могу, как бы, подстроить свой пуск, прогречка мартини, скажи первое, тебе заплатили, что ты сделал этот трек? Нет, 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 ты просто решил хайпануть на коронавирусе, я решил хайпануть на коронавирусе, сидел дома, скучно, вообще, пиздец, под боком студия, дома тоже, ты знаешь, что в это время, всем артистам платили, чтобы они пели треки про коронавирус, может быть, после этого, я слишком рано это выписал, то есть, это уже началось, вот там, вторая неделя буквально, или третья, и скучно, студия, и я начал думать, с чем рифмуется карантин, и так далее, прям за ужином, вместе там с мамой, с тетей, давай быстро, три рифма на карантин, бро, никотин, мартин, и голубин, короче, я сделал этот трек за 15 минут, записал его, после этого снял видео, и у меня был коннект, ну, я на всем привык зарабатывать бабки, естественно, я обратился к Мартини, говорю, смотрите, какая хуйня, она залетит, пиздец, она уже идет в тик токе, этот звук, они говорят, да, да, хорошо, в итоге договорились, что они мне привозят фу рубли, лям рублей, короче, дают мне на это все, я уже за, пустил трек, все заебись, короче, летит, ты знаешь, что это такое, разъебало, за месяц, там, миллион тик токов, люди сняли, он там, в чарте поднялся, и все, и они пропали, я говорю, вот у гандоны, блять, воспользовались мной, Мартини, если вы сейчас смотрите, то пошли, нахуй, или платить на миллион, и на самом деле, на самом деле, честно, относился к этому треку, несерьезно, естественно, чуть-чуть даже, ну, не сказать, что стыдно было за него, ну, типа, блять, это пиздец вообще, гречка, Мартини, там, а на концертах сейчас, заходит, ебнешься, вот просто, вся толпа орет, угорает, веселится, я понял, что вообще, в принципе, к своим трекам я отношусь вот с улыбкой, если твоя жена разрешит тебе изменить один раз, то с какой знаменитостью это бы было, и почему именно Яна Ромашкина? Блять, ну, у вас, ну, про Яну Ромашкина это кто-то очень креативно написал, ну, вот, прикинь, вот такой вопрос, блять, ну, это пиздец, ну, пиздец, да я тебе говорю, я не такой хуйню спрашиваю, ты мне прям стыдно. давай, блять, ой. Иди сюда. Все, блядь, красавица. Хороший, да надо было все бить так, а я пытался красиво. ты пока что забил больше всех из всех наших гостей. брат, я, ну, ты рекордсмен, блять, два. Бро, да могу ответить, на самом деле, во-первых, очень сильно люблю Машу, и даже при этом, ну, то есть, не представляю себе, как бы это выглядело, не смог бы это себе простить. Если бы она сказала бы, допустим, можешь обратить внимание на любую женщину, и сделать что угодно. Маша вот говорит, Санек, вот, блять, вот так надо. Нет, нумеролог сказал бы, что ты должен, блять, вот просто перед фактом тебя ставить, ты говоришь, да блин, Машка, ну, я не хочу, надо, надо, Саня. Ну, мне какое-то время, параллельные вселенные, очень нравилось, мне какое-то время, Эмили, Эмрата. Эмили Атаковский. Эмили Атаковский. Классная. Потом, что-то, блять, разознравилось. Но, всегда следила, охуенно, за Ириной Шейфом. Ну, ну, как бы, для меня, она такая, прям, типа, богиня красоты. Я бы, с удовольствием, бы, можно сказать, притронулся бы, к ее, прекрасному. Прекрасному. внутреннему нею. знаешь, как, там, снял бы в клипе, например, кинуть обжималовки, такие вот, блять, типа, вот в таком ключе, вообще без проблем. До сих пор нравится Шейк? Нравится, подписан на нее, мне нравится ее мувы, как она там выглядит, как она снимается. Не зря вот лучший футболист мира обратил внимание на нашу девушку, на Ирину Шейфов. И вот она, эталон, женской, русской красоты. А еще, блин, сколько ей, наверное, 35? Да, в 35 выглядеть, девчонки, как вот в 35 можно выглядеть, невероятно просто. Друзья, с нами был Саня Текила, это был откровенный челлендж, сегодня было очень много эксклюзивов. Ставьте лайкосик, если вам понравилось. Санек, что надо сказать, чтобы они лайков накидали? Как это работает? Бля, пацаны, ты блогер, бро. Да, слушай, они нам не накидывают так хорошо, понимаешь? Просто вот от души, вот мы постарались потратить свое время, для того, чтобы вы хорошо тоже, ну, чем-то занялись, поэтому поставьте лайк. 5000 лайков, и мы зовем Фидоса или Алекса Месси. Пишите в комментариях, кого позвать. Санек, спасибо тебе большое, это было охуенно. Желаем успехов, Родина Медиа. Спасибо. Ставим лайк, это были козлы, увидимся, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова